Друзья, всем привет! Сразу же перехожу к делу, хочу сказать, о чём будет сегодняшнее видео. В этом видео я хочу рассказать вам историю одной девушки, которая очень хотела иметь худые ноги, которая не принимала своё тело, очень хотела изменить тип фигуры. Я уже неоднократно снимала ролики на подобную тему, в которых призывала вас, девочки дорогие, любить себя. И эта девушка написала мне, что, к сожалению, она поздно посмотрела это видео, что уже слишком поздно. Естественно, мне стало интересно, что же у неё такое произошло. И она написала мне следующее. Я буду читать её комментарии. Меня всю жизнь бесили мои ноги. Они были слишком мясными и жирными. Я всю жизнь пыталась делать их тоньше. Фитнес, обтягивания, диеты. Ничего не помогало. Я буквально каждую ночь думала о том, что завтра проснусь со стройными ножками. И когда я просыпалась, я начинала плакать, так как ноги остались такими же. В 2018 году я совсем отчаялась и пошла на операцию. Это была липосакция. Мне пересадили жир с ног на руки и щёки. Но это была моя роковая ошибка, пишет она. У меня пошло загноение, и врачам пришлось ампутировать мне нижние конечности. Сейчас я инвалид. У меня нет ног. И я буквально рыдаю, пока пишу этот комментарий. Ну, на самом деле, рыдает не только она. Я сама рыдаю, когда что-то подобное читаю. Вернее, не то чтобы подобное. Такое мне вообще прочитали, написали впервые. И я много историй страшных слышала и об анорексии у девушек, которые доводили себя до анорексии в попытках сделать ноги тоньше, потому что очень этого хотели чему-то. А этот комментарий просто заставил меня, вынудил меня просто снять это видео, девочки, для того, чтобы вы задумались. Многие девочки мечтают о тонких ногах из-за навязанных стандартов. Будь проклята эта женщина, которая навязала стандарты 90-60-90. Ну, вы сами знаете, о ком я говорю. Если не знаете, погуглите. Узнаете, как эти все модельеры прикукошенные внушают людям, что надо быть там метр восемьдесят девять, девочкам худыми, иметь ноги-палки или ещё что-то. Эти девочки смотрят на этих моделей и хотят себе такие ноги, как у них, хотя родились с другими ногами. Девочки, которые себя доводят до инвалидности, а некоторые даже до смерти, они просто не принимают себя, они не принимают то, что дано им природой. Вот она ненавидела свои ноги, а теперь у неё их нет. У неё теперь нет никаких ног. Понимаете? Если вы родились с типом фигуры груша и ваши ноги мышечные от природы, они такими и останутся. И прежде чем искать ролики о том, как похудеть в ногах, как уменьшить мышцы на ногах, как похудеть в принципе там где-либо, если у вас такие вот колоссальные проблемы, вы страдаете, вы плачете от того, что ваша внешность не такая, как у этих моделей, вам следует искать помощи не у фитнес-тренеров, фитнес-блогеров, вам нужно искать помощь у психологов, у психотерапевтов, у психиатров. В общем, у таких специалистов вам нужно искать помощь. Вам нужно работать со своей головой. Вам нужно осознать, что любое вмешание, вмешательство в природу может быть шревато. Да, у кого-то норм, но сколько случаев, у которых не норм. А теперь представьте, если бы мы все девушки родились с типом фигуры груша, вот все мы груши, у всех у нас там маленькая грудь, узкая грудная клетка, широкий таз и мясистые такие пухленькие ножки. Если бы мы все такие были, разве была бы у нас проблема изменить ноги? Разве вы хотели бы сделать их тоньше, потому что, видите ли, все вокруг там такие, а вы хотите быть не таким? Я сомневаюсь, потому что никто бы не навязывал бы эти дебильные стандарты красоты, никто бы не навязывал бы вот эти вот вещи, когда говорят, что ножки должны быть стройными, и поэтому я покажу вам упражнения, я покажу вам там чего-то там еще. Да я готова убить этих фитнес-блогеров, которые говорят, что у вас должен быть пресс, у вас должна быть круглая попа, обязательно круглая и обязательно без ямочек. Эта попа должна быть. Я готова разодрать их всех, понимаете, которые говорят, что у вас должны быть стройные ножки. Да ничего у вас быть не должно, ни стройных, никаких стандартов априори быть не должно, вообще никогда. Стандартов красоты существовать не должно. Вы видите, вы слышите, вы ходите, вы двигаетесь, у вас все хорошо. Понимаете, вы здоровые люди, что вам еще надо? Нафига вам эти ноги, палки, которые достигаются с анорексией, и еще не знаю чем. Зачем вам это все нужно? Ну зачем, девочки, вам это нужно? Я думала, что анорексия – это самый такой, знаете, сложный случай. А оказывается, бывают еще сложнее случаи. Вот этот случай. Девушка осталась без ног. Мне искренне жаль ее. Жаль, что кто-то навязал ей эти стандарты красоты. Жаль, что она повелась на это, что она не сходила к врачу, что некому было подсказать. Вовремя некому было подсказать, что она только сейчас нашла мое видео, в котором она и написала этот комментарий. Зайдите на это видео, найдите ее комментарий, поддержите эту девочку. Ей сейчас как никогда нужна наша поддержка, ей и многим другим девчонкам. В данном случае у меня только ее комментарий. Это печальная история, печально ужасная история. Человек остался инвалидом, потому что кто-то внушил ей, что она должна быть с худыми ногами. То, что она не приняла свое тело. Может быть, вы помните мой пост про бодипозитив. Он во вкладке «Сообщество». Если не видели, зайдите, есть на канале вкладка «Сообщество». Попытаюсь вам оставить ссылку на этот пост, в котором я писала, что такое бодипозитив. Так вот, о бодипозитиве. Я писала там, что бодипозитив — это не ожирение. Я написала о том, что бодипозитив — это принятие своего тела, принятие его таким, какое оно дано вам природой. Что это осознание того, что вы не можете изменить то, что дано вам природой. Без вмешательства, естественно, какого-нибудь там с помощью пластических операций или еще каких-то других методов. Без этого вы не сможете изменить. Да и не надо, потому что это чревато последствиями. Не нужно пытаться изменить то, что дано природой. Примите это как величайший дар природы. Вам даны ноги, вы можете ходить. Вам даны руки, вам дано все, вам дано зрение. Вы не инвалиды. Понимаете? Есть люди-инвалиды, которые радуются жизни. Они умудряются радоваться жизни, вот будучи там без рук или без ног, или еще без каких-то частей тела. Умудряются радоваться жизни, не видя, не слыша, не чувствуя запахов и так далее. Вам есть повод радоваться. Он у вас есть, девочки. Пожалуйста, работайте над своей головой. Примите тот факт, что есть типы фигур. Они все разные. И изменить тип фигуры невозможно. А если вы пытаетесь вмешиваться, то всегда помните, что это все чревато последствиями. Все уколы красоты тоже чреваты последствиями. Кому-то нормально, а кому-то нет. Вот на мне, например, нет ни одного укола красоты. Я никогда вообще не была у косметолога, если честно. У меня все абсолютно свое. У меня тоже были комплексы внешности когда-то. Вот в этом видео я рассказывала об этом. Я вам оставлю на него ссылку в описании к этому видео. Если вам интересно, посмотрите. Я надеюсь, это видео вас тоже сможет замотивировать на то, чтобы не сходить с ума и принимать свое тело, и понимать, что вы прекрасны. А вы действительно прекрасны. Девочки, вы все прекрасны. Поймите, все до единой. Просто мы разные. То, что мы не такие, как кто-то, это еще не значит, что мы хуже. Понимаете? Потому что, во-первых, на каждый товар есть покупатели. Каждым мужчинам нравятся определенные типы фигур. Кому-то грудь надо, кому-то попу, кому-то там что-то еще. А кому-то, в принципе, вы нравитесь, потому что вы прекрасны для него в любом виде. У кого-то вкус такой, что ему, в принципе, женщина, да и женщина, лицо нравится, и все нормально ему. Понимаете? Если вашему мужчине не нравится ваша внешность, значит, это не ваш мужчина. Вашему мужчине обязательно понравится ваша внешность. Это я вам сто процентов говорю. Потому что я сама все это испытала. У меня был мужчина, которому не нравилась моя внешность. Я была еще совсем юна. И я не понимала, что нужно нахрен его послать. Просто извиняюсь за выражение, конечно. Но сейчас мой мужчина, вот он сзади меня ходит, он всегда рядом со мной. Я для него лучше всех, самая красивая. Я не буду давать ему микрофоны, вы просто можете поверить мне на слово. И я счастлива, понимаете? Я счастлива. За многие годы я тоже поняла, что со мной все в порядке. У меня тоже были проблемы. ну как вам сказать проблемы. Я тоже там переживала, что у меня там грудь не такая большая, как хотелось бы вот тому вот бывшему какому-то мужчине. Понимаете? А этому все нравится. Для моего мужчины, для моего мужа, Артема, я прекрасна. Я желаю вам всем, девочки, искренне желаю вам найти таких мужчин, для которых вы будете идеальны и прекрасны. И не смотрите по сторонам. Не нужны вам эти все шаблоны, стандарты и другие. Не надо смотреть на других. Следите за собой. Просто правильно питайтесь, двигайтесь побольше, улыбайтесь, наслаждайтесь. У вас масса достоин. Вы все прекрасны. Вы просто разные. Пожалуйста, примите себя. Это призыв мой в этом видео. И эта девушка тоже писала о том, что она что там она писала, не соскриншотила. И эта девушка, вот ее комментарии, тоже надеется искренне, что вы все примите себя, полюбите себя, и у всех все будет хорошо. Вот все, что хотела вам сказать.